Алексей Навальный обладал несравнимым моральным капиталом. Он обладал известностью всероссийской и всемирной. Он обладал моральным авторитетом, он обладал долгой политической биографией. Это все вещи, которые нельзя никому передать и нельзя быстро приобрести. Структура, созданная Навальным, ФБК, до своего запрета, до посадки Алексея и до объявления ее экстремистской организации, была больше похожа на настоящую политическую партию, чем все остальные политические партии в России, за исключением, наверное, КПРФ. Она обладала разветвленной региональной структурой, людским потенциалом, узнаваемым лидером и организационной способностью. Эта структура была разгромлена внутри России, но пока Навальный был жив, его соратники светили отраженным светом. То есть они могли тоже что-то говорить и быть услышанными, быть какой-то лоббистской силой вне России, в международном сообществе. И как-то через них голос Алексея Навального достигал россиян внутри России. Теперь его нет, собственного политического капитала такого рода у них нет, и, в общем, взять его пока неоткуда. Он может быть наработан, капитал дело наживное, как политический, так и финансовый, но пока его нет. Соответственно, возможно, вот это вот очевидное политическое убийство станет точкой объединения, не оппозиции. Оппозиции — это люди, которые участвуют в выборах для того, чтобы приобрести мандаты. Мы не в такой ситуации. А для антивоенного сообщества в ней и внутри России. Потому что то нравственное потрясение, эмоциональное потрясение, которое люди испытали и испытывают, оно не забудется. И оно может стать побудительным мотивом к действию. Но может и не стать. Гарантировать этого невозможно. Первая реакция — это парализующее горе. Это вот так сейчас будет некоторое время. Потом посмотрим, кто к каким выводам придет. Продолжение следует...